Сегодня мы с вами не просто поговорим о моих фаворитах косметики, но абсолютно все, что я сейчас люблю, я продемонстрирую сегодня на себе, то есть буду делать макияж моими фаворитами и сейчас вы можете наблюдать финальный результат. И если вы иногда слушаете обзоры блогеров и думаете, ну блин, ну вот реально оно настолько хорошее или вот просто вот это вот все какие-то рассказы очередные, в этом видео вы сможете убедиться, потому что все это буду наносить на лицо и вы сможете смотреть какой это эффект создает и мне кажется, что такие видео намного более полезные, чем просто рассказы, но перед тем, как мы с вами перейдем к макияжу моими фаворитами, в этом видео просто потрясающий конкурс. Если вы никогда не участвовали в конкурсах, вот в этом просто вы обязаны поучаствовать, потому что в этом конкурсе я разыгрываю набор кистей Зоева, это набор Luxe Complete Set, здесь 15 кистей, это идеальный вообще набор, если у вас есть такой набор кистей, то все, любой макияж мы просто по плечу 100%. И также я буду разыгрывать палетку от Huda Beauty, это новая палетка, которая называется Warm Obsessions и давайте я вам так вот ее покажу, потому что у меня такой палетки нет, я сама хочу поучаствовать в этом конкурсе, но, к сожалению, мне нельзя, но я вам покажу просто, как выглядит эта палетка, естественно, здесь очень много теплых оттенков теней, все, как я люблю и все, как сейчас модно. В этом конкурсе будет два победителя, то есть кто-то получит набор кистей, кто-то получит палетку Huda Beauty. Я это буду выбирать случайным образом, поэтому я надеюсь, что каждому попадется именно то, что он хотел. Этот конкурс я провожу совместно с замечательным кэшбэк-сервисом Cash for Brands, поэтому условия конкурса у нас будут совместные. В первую очередь вам, естественно, нужно быть подписанными на мой канал и убедитесь, что вы подписаны, потому что при выборе победителя это легко проверить. Также вам нужно будет зайти на сайт Cash for Brands и зарегистрироваться, после этого в комментариях написать свой ID, который вам выдадут при регистрации. И в комментариях помимо своего ID вы можете написать что угодно, что относится к этому видео, в принципе это не имеет значения. Полные все правила я обязательно оставлю в описании под видео, обязательно с ними ознакомьтесь, потому что там все в деталях будет расписано, до какого числа будет этот конкурс, я вам также оставлю все ссылки для вашего удобства, где нужно зарегистрироваться, что нужно сделать, поэтому обязательно смотрите описание под видео. Со вступлением у меня вроде бы все, поэтому погнали! В последнее время первое, с чего я всегда начинаю свой макияж, это какого-то рода праймер, и сейчас я постоянно пользуюсь праймером от Anneli, конкретно этот увлажняющий, и он ощущается, как будто вы действительно вот просто воду наносите на лицо, моментально это устраняет чувство стянутости на лице, и вы получаете такую абсолютно комфортную кожу, на которую наносить косметику одно удовольствие. И что я кстати заметила еще в этом праймере, благодаря ему у меня в последнее время не проваливаются тональные основы в морщинке, не трескаются там, не выглядят сухо. В общем-то отличный просто праймер для вот такого вот моментального увлажнения лица. Кстати, если у вас не просто вот такое вот чувство стянутости, которое хочется убрать, а именно полноценно сухая кожа, есть еще вот такой вот праймер у Anneli, это именно масляная сыворотка, и она тоже, она невероятная. Она пахнет очень так интересно, такими-то специями, и она, что ее отличает от других масел, она очень жидкая, то есть вот такая вот прям как водичка, и при этом она моментально впитывается. Вот она не оставляет вот этого жирного такого вот слоя на лице, поэтому очень быстро впитывается, и я ее использовала, когда было супер холодно, вот тогда мне было вообще невероятно комфортно с ней, и расход у меня здесь 30 мл, а расход здесь, я не знаю, на 10 лет вам этого хватит точно. Для глаз я перестала использовать в последнее время консилер. Вот вы видите, в принципе, у меня каких-то сильных синяков под глазами нет, поэтому все, что мне нужно, это просто как бы освежить эту зону, и для этого я использую праймер Anneli номер один. И я понимаю, что я уже показываю третий продукт Anneli в одном видео, но хочу вас уверить, это не будет видео сугубо про Anneli, сейчас пойдут и другие продукты, но просто мне хочется рассказать вам о том, насколько это классные вещи, потому что я долго искала вот именно вот такие вещи, которые будут выполнять то, что они обещают, и вот эти на 100% выполняют. И меня вообще этот праймер поразил просто, потому что он очень сильно освежает зону под глазами, и зона под глазами с ним абсолютно не выглядит сухой, нет никаких трещинок опять-таки в каких-то морщинках, он не скатывается, то есть вообще очень классно себя там ведет. И помимо всего прочего в составе есть еще масла, которые ухаживают и увлажняют зону под глазами, а не просто чисто косметическим способом справляются с какой-то синевой под глазами, или как-то освежают. Я этот праймер еще и наношу на веки, потому что по нему очень круто растушевываются тени. Это один из таких праймеров, который работает как шелк, то есть по нему тени растушевываются именно очень легко. Он не липкий абсолютно, то есть если вам нужно усилить пигментацию теней, то, наверное, это не то, что вам нужно, но если вы хотите именно гладкую растушевку, то это на 100% то, что нужно. Кстати, в предыдущем видео я получила очень много комментариев по поводу того, где это купить и где это достать. Есть официальный сайт aneli.com.ua, я вам оставлю, как обычно, на все, что я использую, я оставлю ссылки, и там можно заказать с доставкой, в принципе, куда угодно, в любую страну. Для того, чтобы всю эту прелесть сейчас закрепить на лице, я буду использовать пудру от Pixi. Это Flawless Finish Powder, то есть безупречный финиш у этой пудры, и она действительно очень классная. Она тоже очень освежающая, то есть вот эти два продукта, они работают между собой просто идеально. Я беру спонж, который влажный, не мокрый, а именно влажный. Наношу на этот спонж, и потом наношу туда, куда я наносила этот праймер, очень легкой вуалью. Дальше я перехожу к теням. Если честно, в плане теней у меня в последнее время нет какого-то конкретного одного фаворита. Я вот здесь собрала абсолютно все, чем я пользуюсь в последнее время. И это либо палетка Colourpop Yes, Please, либо палетка Colourpop All I See Is Magic, либо палетка Juvia's Place Masquerade. Также, естественно, палетка Morphe и Jaclyn Hill, потому что здесь, вот что бы вы ни придумали, с помощью этой палетки можно это сделать. И, конечно же, я продолжаю очень сильно любить и пользоваться рефилами от Colourpop, которые я сама собирала. Я все эти тени могу рекомендовать к покупке. Единственное, выбирайте только по растяжке оттенков, какая вам ближе, какая вам больше нравится. Я сегодня, наверное, снова возьму маскарад. Я начну с оттенка Burkina. На нижних веках я сейчас быстренько повторю все те же матовые оттенки из палетки Juvia's Place. Теперь мне осталось только накрасить ресницы. И что касается туши, я недавно попробовала что-то вообще невероятное просто. И я сейчас говорю о туши от Reluie, которая называется Big and Bigger Lashes. Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, эта тушь классная вот просто с первого раза. То есть иногда туши надо раскрасить, дать им там пару недель для того, чтобы они созрели и начали себя проявлять. Здесь вообще сразу все происходит. Очень-очень удобная кисточка. Она хоть и длинная, но она тоненькая, силиконовая. И вот для меня лично с моими ресницами, которые просто вообще микроскопические, это идеальная кисточка. Обычно я не могу накрасить ресницы и потом вот сказать, все, мне этого достаточно. Но с этой тушью я чувствую, как будто ресницы все-таки у меня на глазах есть. То есть это что-то вообще уникальное абсолютно для меня, потому что обычно меня туши так не впечатляют. Но так как у меня макияж глаз сегодня достаточно интенсивный, еще и красноватый, я все-таки хочу наклеить накладные ресницы. И это тоже мой огромный фаворит. Я на Бьюти Бэй купила вот такие вот ресницы Дол Лэш. И это конкретно модель, которая называется Джилы. Они более дорогие, чем ресницы, например, Эрдель. Но они просто вообще фантастические. Они очень натурально выглядят. Ну, натуральные, наверное, в том плане, что они не достают там до бровей прям, знаете, и такие как паучьи лапки, а именно такое, как просто очень пушистые, красивые ресницы, скажем так, смотрятся. Что касается макияжа лица, то здесь у меня, к сожалению, напряженка с фаворитами. Как-то что-то я не могу найти. Сейчас то, что мне прям настолько сильно нравится, чтобы вам об этом рассказать. Я имею в виду какую-то новинку. Я сейчас пользуюсь смесью Bourjois Healthy Mix и Armani Luminous Silk. Я, кстати, продолжаю пользоваться спонжем Наташи Денона. Вот сейчас я им тоже наношу тональную основу. Мне этот спонж нравится всем, за исключением того, насколько его хватает. Потому что он приходит в полную негодность где-то через макияжи 5-6, наверное. Это очень мало, как мне кажется. Он просто начинает распадаться на части. И я считаю, это, конечно, отвратительный результат для профессионального бренда. Что касается хайлайтера, то здесь у меня, можно сказать, 3 фаворита. И все 3 фаворита от компании Annalie. Больше всего мне нравится все-таки оттенок номер 3. Он такой вот персиково-розовый. И вот для моего тона кожи он очень хорошо подходит. Больше всего я обожаю этот хайлайтер за то, что он просто как тает в кожу. То есть он не лежит сверху такой вот пудрой, а он именно тает в кожу. И это что-то вообще невероятное. Что касается других оттенков, первый это будет самый лучший выбор для белоснежек, потому что он именно такой вот очень холодный, морозный и светлый. Вот прям невероятно будет смотреться на светлокожих девушках. Второй более такой вот розоватый. То есть если у вас холодные черты лица, это тоже ваш хайлайтер. Третий самый нейтральный. Наверное, поэтому он мне больше всего нравится. Но вы, естественно, выбираете то, что ближе вам. В качестве бронзера я в последнее время обожаю этот. Это марка, которая называется I Love Makeup. И я случайно эту марку увидела в магазине Lady Makeup. И я посмотрела, ну мне показалось просто, что это какой-то закос на Too Faced, потому что у Too Faced есть такие и бронзеры, и румяна у них такие есть. Я решила, попробую, потому что все-таки стоит просто копейки этот бронзер. И он мне настолько понравился. Вот это именно освежающий бронзер. Но на лице он создает именно такой вот натуральный эффект. Сейчас я вам покажу. Вот буквально пару раз кистью я взмахнула. Посмотрите, вот как оно, хайлайтер с этим бронзером, как оно заиграло все сразу. В бровях я в последнее время использую только помадку от Colourpop. Сегодня я буду использовать оттенок Benet Brunette. Для того, чтобы придать форму бровям и сделать их более такими, как живыми, а не просто приглаженными с помощью помадки, я использую гель оттеночный для бровей Fix & Color. У меня третий тон, это Reluie. Тоже меня очень впечатлил этот гель для бровей. И единственное, здесь очень большая щеточка. То есть, если у вас брови по размеру где-то такие, как у меня, все будет хорошо. Но если у вас брови меньше, то вы можете столкнуться с некими проблемами, потому что все-таки щеточка достаточно большая. Мы с вами почти у цели. У меня только губы остались. И в последнее время я очень полюбила помады жидкие от Dini. Я на них делала отдельный обзор. Там, где я наносила, по-моему, все оттенки я наносила. Я вам оставлю, если вам интересно посмотреть. Сегодня я возьму оттенок, наверное, номер 8. Мне кажется, что он больше всего подойдет к тому, что у меня творится на лице. Ну вот, в принципе, и все. Мой макияж полностью готов. Не знаю, как вам, но мне очень нравится, как выглядит мой макияж. Мне нравится, как сейчас выглядит моя кожа. Все более увлажненное, ничего не трескается, не заваливается никуда в морщины. Также не забывайте участвовать в этом умопомрачительном просто конкурсе на набор кистей Зоева и на палетку Huda Beauty. На этом видео я буду заканчивать. Но если вам еще недостаточно общения со мной, вы можете посмотреть и другие видео, которые вам сейчас YouTube предлагает. Обязательно это сделайте. Подписывайтесь на мой канал, участвуйте в конкурсе, пробуйте мои фавориты, потому что я уверена просто, что все, чтобы вы не попробовали, вам понравится. И мы с вами увидимся в следующих моих видео.